интерактив в VR проектах очень важный фактор который влияет на степень погружения и поэтому чем больше интерактивных элементов чем больше мы можем взаимодействовать с окружением тем ближе к виртуальному миру мы чувствуем себя тем больше мы эмоции получаем поэтому я не устан утвердить о том что интерактив очень важен и я думаю большинство VR игроков со мной согласятся если интерактив важен и в обычных играх то в VR подавно когда мы в качестве управления используем свои руки используем мокшн контроллеры границы начинают стираться и поэтому очень важно очень важно обилие интерактивных каких-то элементов чтобы мы своими руками клацали какие-то переключатели брали в руки предметы взаимодействовали с объектами и прочее и прочее это влияет непосредственно на погружение например как здесь по сути этот мир представляет из себя большой отель где как раз-то много вот таких вот элементов с которыми мы можем взаимодействовать для начала нам дают карточку теперь мы можем снять номер здесь несколько комнат и я смотрю какой-то делюкс и стандартная комната 81 человек поместится в делюкс похоже и все за 0 евро господа то есть вы покупаете гарнитур в виртуальной реальности за 299 долларов не получаете эту роскошь бесплатно абсолютно давайте сначала посмотрим на стандартную комнату так загрузка судя по всему пэдпэй и что-то еще не знаю в оберу пэдпэй надеюсь оплата пройдет успешно все таки не каждый день с нулем евро прощаюсь так и мы получаем какую-то карточку соответственно мы оформили да вы успешно забронировали комнату на этаже 1 блин я вообще хотел подняться на лифте потому что здесь также рабочий лифт но забронировали мы в итоге на первом этаже хотя не знаю на каком мы сейчас находимся может быть на нулевом давайте проследуем далее к лифтам и они здесь тоже функционируют соответственно нажимаем на кнопочку приезжает лифт данным мы на нулевом этаже к сожалению в зеркале я не отображаюсь может быть я вампир и теперь мы выбираем соответственно этаж и вот только эти элементы уже вызывают какой-то интерес то есть если бы игра состояла из того что я катался бы по этажам я уже больше экспириенсы получил бы чем играя в какой-то плоский инди проект или даже высокобюджетную игру я уже гораздо больше удовольствия получаю просто взаимодействие с различными элементами и некоторые разработчики и не разработчики-новички это не совсем понимают на начальных порах и поэтому запихивают огромное количество интерфейса который абсолютно не нужен и управление привычное скорее для консолей вводит в игру так но здесь одна комната я полагаю нам сюда посмотрите какое здесь внимание к деталям и к мелочам я могу стучаться в дверь так я вроде разблокировал после того как мы с помощью карточки разблокировали дверь я могу смотрите дернуть за ручку и толкнуть дверь руками или например вот таким вот образом выбить ее к сожалению эту бирку на ручку повесить нельзя но если бы и такая возможность была это этот мир можно было назвать симулятор симулятором отеле действительно настолько здесь все проработано также эту дверь вы можете выбить например ногами если у вас есть контроллеры движения соответственно трекера я имею ввиду в реальной жизни я такое себе естественно позволить не могу порой я не могу себе позволить мясо на уж в роскошном отеле вот посмотрите на эту чистоту и порядок может быть мне стоит остаться здесь жить я просто не буду возвращаться к реальности останусь здесь мне кажется хорошая идея конечно чем больше подобных интерактивных элементов тем больше требуется времени на разработку но в плане восприятия это сразу совершенно другой уровень потому что я по прежнему очень часто встречаю какие-то новинки где все максимально аркадно и игра как будто игнорирует тот факт что мы играем в виртуальной реальности что мы чувствуем глубину что мы чувствуем расстояние и что самое главное своими кистями взаимодействуем как будто они игнорируют этот факт и просто делают нон-вир игру просто добавляя рендеринг на два глаза и все так давайте на этот раз роскошную комнату возьмем для проведения каких-то конференций хотя скорее всего фури сообщества это называется орги на не конференции мне так кажется так восьмой этаж на этот раз я взял яблочко чтобы перекусить черт упала то есть я могу карточку засунуть в карман и она будет со мной теперь всегда до тех пор пока я не выну какой там этаж был восьмой как раз на восьмом этаже лифты находится опять этот приехал не знаю как это работает здесь система но эти лифты тоже рабочие если что так и восьмой этаж прекрасная музыка играет а тут можно кстати включить зеркало давайте посмотрим да я аниме-мужик на что вы хотели в ярчате здесь выбор либо ты аниме либо ты фури так что я выбрал меньше из зол давайте диспетчер позвоним было бы классно конечно чтобы если этого работал бы через диспетчером можно было связаться то есть если вот таких вот чёрт прижал зажал руку то есть если вот таких элементов полно даже в простом лифте мы можем здесь уже потратить час просто нажимая на кнопочки общаясь с диспетчером и взаимодействия с другими элементами тогда но комната здесь одна странный отель конечно очень подозрительным да этот номер будет поинтереснее приглушенный свет все для отличного времяпровождения даже стол смотрите стол просто идеален для какого-нибудь стримера например и кровать сразу рядом просто рабочее место мечты что вот это вот такое лучше не совать ничего в эти дырки мы все-таки находимся в фуре отеля так что что-то негативное может произойти точно не знаю что это все эти ваши новомодные штуки в отелях я чувствую себя как будто из деревни представьте какая экономия для travel блогеров мне не нужно никуда ехать я могу торчать дома и снимать обзоры на отель и так далее путешествовать по виртуальным мирам но ведь виртуальные миры еще интереснее чем реальные да это конечно фуре отель но что здесь может страшно произойти это ты это 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 Продолжение следует...